Ряд вопросов, Андрей Иванович. Ну, в двух словах, не для отчета, какие все-таки результаты правоохранительного блока нашего в целом по работе за истекший год, ясно по борьбе с преступностью. Какая динамика? Хуже стало? Лучше стало? Как мы тут выглядим? Второе, очень важный момент, уголовные дела по экстремистской деятельности отдельных наших групп и отдельных наших граждан, особенно те, которые взяты на контроль не только у вас, прокуратуры генеральной, но и у президента. Экстремизм. Работа по геноциду. Очень широко это освещается, нашло поддержку у нашего народа. Это будет, конечно же, постоянная работа. Слава Богу, что еще хоть старики глубокие, но они живы, которые нам подсказывают, в каком направлении работать и где искать эти факты в нашей матушке-земле. Раскопки идут масштабные по Беларуси. Но на каком этапе находимся? И когда мы уже в полном объеме, в целом предъявим международной общественности лицо тех людей, потомки которых сегодня ходят вокруг Беларуси. И которые вместе с беглыми в Польше, Литве и других государствах, в том числе и в Украине, сегодня пытаются проникнуть на территорию Беларуси, чтобы попасть тут уже под статью экстремистов. Очень важный вопрос. Я хочу вас попросить больше внимания на него обращать. Вопрос коррупции. Вообще по законодательству у нас генеральная прокуратура, прокуратура вообще является главенствующей также. Так точно. Мне приходилось раньше, в силу определенных причин, на себя много замыкать вопросов из этой проблемы. Конечно, я никуда не уйду от контроля за этими процессами, но я хотел бы, чтобы вы серьезное внимание обратили на борьбу по противодействию коррупционным проявлениям. В нашем обществе. Ну и еще один вопрос, по которому я просил вас, и было поручение еще раньше прокуратуру, это АПК. Так точно. Там у нас слишком много проблем, и прежде всего с падежом скота. Как обстоят дела, как работают вообще прокуроры на местах по пресечению подобной практики. Ну и ряд вопросов, которые вы хотели обсудить. Я хочу доложить вначале об общей криминогенной обстановке в стране. В прошлом году количество зарегистрированных преступлений у нас снизилось на 8%. В структуре преступности, если брать преступления против личности, количество убийств снизилось на 5%. Количество изнасилований на 4,8%. Но самое важное, на 7% меньше людей погибло от рук преступников. Продолжение следует...